Кажется, тема Гарри Поттера опять у всех на слуху, и после того, как наследие Хогвартса получило мировой релиз и уже заняло первые строчки в игровых чартах, киношная составляющая данной франшизы не заставила себя долго ждать. Так, на прошлой неделе мировая пресса разразилась сообщениями о том, что якобы Гарри Поттер и проклятое дитя наконец-то получит свой полнометражный фильм, более того, с главной троицей на борту. Что, конечно же, вызвало невероятный восторг у всех поклонников Поттерианы, правда, после неофициальных подтверждений этой новости появились, как ни странно, и ее тоже неофициальные опровержения. Короче говоря, давайте сегодня попробуем понять, что здесь правда, а что нет, действительно ли Поттериана возвращается и какую роль в этом будут играть оригинальные актеры, а также сама Джон Роулинг, или все это слухи и мы больше никогда не увидим главную троицу актеров на экране в своих легендарных ролях. Погнали! Дифмарк Дифмарк это топовая торговая площадка для геймеров и не только. Тут вас ждет огромное количество игр для разных платформ и сервисов, есть игровая валюта, ключи аккаунта или даже софт. Зарегистрироваться на Дифмарк максимально просто, буквально в два клика, все транзакции безопасны и, что важно, работает качественная поддержка 24 на 7, готовая в любое время дня или ночи решить любой ваш вопрос. Плюс в вашем распоряжении более 300 методов оплаты, которые подойдут абсолютно всем. Ну а по промокоду MOVIEMAKER вы получите скидку 10% на все, ссылка в описании. Ну что ж, давайте пойдем по порядку. На прошлой неделе информационное поле всколыхнуло новость о том, что якобы Warner Brothers наконец-то дозрели до того, чтобы начать производство или как минимум подготовку к производству следующего фильма франшизы Гарри Поттера под названием «Проклятое дитя». Если кто-то вообще не в теме, то это история об уже повзрослевших главных героях и их детях, путешествиях во времени. Ну короче, в целом подходящий вариант для того, чтобы и внедрить в мир Гарри Поттера новых персонажей, и в то же время органично вернуть туда прежних повзрослевших любимцев. Более того, об экранизации данной пьесы в виде фильма или сериала ходят слухи уже не первый год, и вот вдруг начали писать, что Warner Brothers таки дозрели до этого. В настоящее время Warner Brothers изучают, как вывести «Проклятое дитя» на большой экран. Это было в их поле зрения с тех пор, как пьеса стала настолько популярной в Вест-Энде. На какое-то время это отошло на второй план, потому что над франшизой «Фантастические твари» велось так много работы, написало издание Sun, ссылаясь на своего инсайдера. Кстати говоря, Sun это, конечно, еще тот фрукт, и верить им прям на слово я бы не стал, но прикол в том, что еще целый ряд других изданий также подтвердили данную новость, после чего ее взяли на вооружение уже тупо все и растиражировали на весь мир. Якобы сейчас ведется подготовка к съемкам, а вообще новая экранизация должна будет состоять из двух частей. А что еще более интересное, прежнее трио якобы также должно будет вернуться. На данный момент фильм находится на стадии становления, и они обсуждают следующие шаги, чтобы продвинуть его вперед. Мечта состоит в том, чтобы вернуть главных звезд, в том числе Дэниела Рэдклиффа, но до этого еще невероятно далеко сообщил все тот же инсайдер. И это, конечно, довольно любопытная ситуация, ведь понятно, что Ворнерам остро необходима новая большая франшиза по волшебному миру после провала фантастических тварей, и подтверждение того, что данная сага по сути закончена, и о новых фильмах тварей больше речь не идет. Ведь, конечно же, по сравнению с основной сагой, эти фильмы были довольно слабыми, плюс в них. Также не было оригинального актерского состава, а действие происходило за много десятилетий до того, как случились события Гарри Поттера. Действие проклятого дитя, в свою очередь, происходит через 19 лет после событий седьмой книги о Гарри Поттере. Так что для него было бы очень легко снова собрать оригинальное трио Эмма Уотсон, Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта. Ну, легко, конечно, в смысле сюжета, а не в плане того, что прям со всеми актерами уже все решили. Хотя, например, Руперт Гринт, как, пожалуй, самый неизбалованный постпоттеровской славой, еще ранее говорил, что он, в принципе, вовсе не против вернуться к своей прежней роли. Что же касается двух других, то меньше всего, кажется, сейчас заинтересована в камбэке Эмма Уотсон, которая вообще взяла некую паузу в своей актерской карьере. Тогда как Рэдклифф за последние годы делал много разных, часто противоречивых друг другу заявлений о своем потенциальном участии или неучастии в новой Поттериане. Что же касается Ворнеров, то, конечно, кампания руками и ногами за. Не зря же еще в прошлом году новый босс ВБА Дискавери, Давид Заслав, открыто говорил о том, что им нужны большие глобальные франшизы, в том числе и по Гарри Поттеру. Ведь они могут собрать и привязать к себе большую глобальную аудиторию по всему миру и, как следствие, конечно же, принести гораздо больше денег. А это сейчас, в весьма непростой финансовой ситуации Ворнеров, для них, пожалуй, ключевой фактор. Так что, казалось бы, все заинтересованы. Источник также сообщил изданию Sun, что, хотя все хотят вернуть Рэдклиффа, Гринта и Уотсон, должны быть уже готовы сценарии, прежде чем студия сделает предложение актерам. Что дает понять о том, что на данный момент сценарии все-таки еще не завершены. Трио и многие другие актеры и режиссеры, работавшие над фильмами, вернулись в прошлом году для эпизода «Воссоединение» под названием «20-летие Гарри Поттера. Возвращение в Хогвартс». И это было прекрасно, заявил инсайдер. Теперь они хотят развить и повторить это. Что же, вроде как все клеится, правда, не прошло и недели с того момента, как по всему миру раструбили о якобы новом воссоединении прежних актеров и начале подготовки нового проекта, как на сообщении инсайдеров появилось опровержение, правда, тоже от инсайдеров, если говорить точнее, независимого источника из Warner Bros. Его опубликовало издание Mirror, которое написало следующее. Боссы Гарри Поттера реагируют на сообщение о новом проекте «Проклятое дитя». Ходили слухи, что студия Warner Bros. собиралась попытаться еще раз заработать на волшебном мире с помощью новой франшизы о Гарри Поттере. Студия отреагировала на заявление о том, что они якобы надеются расширить франшизу о Поттере новым проектом. В среду стало известно, что высшее руководство уже приступило к разработке фильма на основе популярного шоу Вест-Энда «Гарри Поттер и проклятое дитя». В рамках потенциального проекта культовое шоу будет экранизировано спустя почти два десятилетия после того, как Гарри, Рон Уизли и Гермиона Грэнджер спасли волшебный мир. К группе присоединится новое поколение волшебников, только что прибывших в школу чародейства и волшебства Хогвартс, но теперь студия заявила, что такие сообщения являются ложными, к сожалению, для преданных поклонников франшизы. Говоря о превращении пьесы в фильм, инсайдер ранее заявил, в настоящее время Warner Bros. изучают, как вывести проклятое дитя на большой экран, однако с тех пор представители ВБ Discovery подтвердили нашему изданию Mirror, сообщение является ложным, вот что было написано в статье. Правда, при этом, насколько я понимаю, типа источник из ВБ тоже оказался неназванным, так что тут уже начинается какая-то конспирология, когда одно неофициальное заявление парируется потом другим неофициальным опровержением. При этом в статье Mirror также говорится о том, что якобы наибольшей проблемой для Warner является собрать всех оригинальных актеров вместе, ну и, конечно же, утрясти все свои дела с Джоан Роулинг. Например, что касается трио, то нам приводят цитаты Дэниела Рэдклиффа, где он довольно неоднозначно высказывается о возможности камбэка. Это не тот ответ, который кому-то понравится, но я думаю, что смог бы вернуться назад и насладиться этим недавним воссоединением в Хогвартсе, потому что это больше не является частью моей повседневной жизни. Я больше заинтересован в том, чтобы взять на себя странные новые роли в кино, чем вернуться в прошлое. Я приближаюсь к моменту, когда я чувствую, что выбрался из Поттера, и я в порядке, и я действительно доволен тем, где я сейчас нахожусь. Возвращение было бы огромным изменением в моей жизни, сказал актер. При этом, правда, добавив потом, я никогда не скажу никогда. У парней из «Звездных войн» было 30-40 лет, прежде чем они вернулись, а для меня прошло только 10. Но это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас. При этом также мы можем вспомнить еще и о том, что ранее Дэниел Рэдклифф давал понять, мол, если Джон Роулинг останется, так сказать, на борту, то он не будет принимать участие ни в каком из новых проектов по Гарри Поттеру. В случае же с проклятым дитя мы понимаем, что без Джоан опять-таки не обойтись, что, видимо, тоже затрудняет ситуацию. Правда, тут надо сделать небольшую ремарку, что с момента тех заявлений прошло уже больше двух лет, так что, в принципе, все могло поменяться. Плюс сами ВБ заявили, что они никогда не прекращали своих отношений с писательницей, и, напротив, они настроены на дальнейшее многолетнее и плодотворное сотрудничество ради создания нового потрясающего контента. И все же мы понимаем, что вообще-то ситуация вокруг Роулинг продолжает оставаться напряженной, и представителям студии сейчас очень нелегко сделать правильный выбор. Хотя при этом, кстати, недавно за Джоан заступилась одной из самых авторитетных и уважаемых изданий в мире, британский Таймс. Издание недавно выпустило статью, где освещали и разбирали ситуацию вокруг транссообщества, и в том числе вдруг вступились за Джоан. Когда, по мнению редакции Таймс, оказалось, что вся кампания ненависти, организованная против писательницы и проводимая уже на протяжении нескольких лет, была высосана из пальца, и что взгляды Джоан Роулинг более чем здравые и разумные. Это, конечно же, не понравилось так называемым активистам, и вот 180 самых яростных из них уже успели подписать открытое письмо против Таймс, и, собственно, Джоан, где опять исходят ядом, ну, в общем, все как всегда. Кстати, что касается самой создательницы книг, она пока что никак не комментирует какие-либо будущие проекты по франшизе Гарри Поттера. Единственное, что мы можем сказать, ссылаясь именно на нее, так это, что еще в прошлом году Роулинг заявила, что на данный момент, то есть по состоянию на осень 2022-го, она вместе с ВБ не работает над каким бы то ни было новым проектом по миру Гарри Поттера. Понятно, что с того момента могло уже что-то поменяться, и все-таки это последнее из именно официальных заявлений, что мы слышали по теме. Короче говоря, резюмируя, пока что не похоже, чтобы невероятная волна слухов, захлестнувшее информационное пространство, имела под собой четкий первоисточник. И хотя списывать со счетов ничего нельзя, взять хотя бы пример Матрицы, которая вернулась на экраны почти 20 лет спустя, правда не сказать, что это было к лучшему, так вот, при этом ситуация с Поттерианой не выглядит пока что решенной в позитивном ключе, так что, к сожалению, радоваться на данное время определенно рано. Более того, я лично не удивлюсь, если, например, оригинальное Трио больше вообще никогда не соберется вместе на экранах в своих легендарных ролях, как это не печально для кого-то. Но такова реальность, на этом мы на сегодня будем заканчивать, пишите, что думаете обо всем этом в комментариях, не забывайте подписываться на наш канал, а также подписывайтесь на наш Телеграм, ссылка уже ждет под видео. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и всем пока!